Партия «Великая Россия» создана 5 мая 2007 года. Прошло, казалось бы, много времени, и партия должна была бы выйти на оперативный простор, и мы должны были увидеть ее на политической арене. Но сложилось так, что люди, которые первоначально стояли у ее истоков, предпочли разбежаться в разные стороны, предпочли перейти во враждебный стан, некоторые вовсе уйти из политики, некоторые превратиться в политических конкурентов и сражаться между собой в течение длительного времени. Мы же, те, кто стояли в свое время и у истоков Конгресса русских общин, и у истока партии Родина, и теперь создаем, заново воссоздаем партию «Великая Россия», пошли другим путем. Мы поняли, что не создается организация на пустом месте. Необходимая идеология, и с этого надо начинать. Иногда мы, небольшой группой, создали национальный манифест. И это стало нашим базисом, нашей основой. Смешно было бы создавать идеологию с программы, а потом думать, что же мы предполагали под каждым пунктом. Сейчас мы точно знаем, что стоит за каждым пунктом нашей программы. Стоит, прежде всего, национальный манифест. Вот это издание, многие его видели, многие видели его в интернете, могли его прочесть, осмыслить. Хотя понятно, что эта литература не для всех, а для тех, кто занимается идеологией, и кто стремится в глубину всех проблем, которые мы обсуждаем. Но далеко не всем обязательно погружаться в эту глубину. Поэтому программа – это наикратчайшее выражение нашей идеологии. Программа из двух страниц ее может освоить каждый. Но и это не является для всех необходимым. Первичным в политике является доверие к людям. Если нет доверия, пишите любые программы, выступайте под любыми флагами, никто вам не поверит. И так и происходит. Так мы видим отношения людей, которые выходят сотнями тысяч уже на площади и не верят ни одному, кто подходит к микрофону. Они могут уважать какого-нибудь писателя, который публикует авантюрные романы. Они могут радостно аплодировать знакомому лицу. Но это не политики. За ними не стоит никакой идеологии. За ними нет никакой программы. У них есть только одно на уме – честные выборы. Нам смешно это слышать. И удивительно, что кто-то вообще реагирует на такой пустой лозунг. Какие могут быть честные выборы при бесчестной античеловеческой, антирусской власти? Таких выборов не может быть в принципе. Более того, сами выборы, как писали русские мыслители, никогда не могут приводить к тому, чтобы во власти оказались лучшие. Есть другие методы формирования народного представительства и самой власти. Потому что власть исходит от Бога, а не от воли, разорванных на отдельные кулачки общественных структур или не от отдельных индивидуумов, которые приходят к избирательным урнам. Безусловно, если мы будем пользоваться изобретением тлетворного Запада всеобщими районными тайными выборами, то мы всегда будем выбирать не лучших, а худших. Будем выбирать авантюристов. И они будут делать со страной то, что они делают последние 20 лет. Поэтому наша цель совершенно другая. Не перераспределение мандатов в Государственной Думе, которая перестала быть и представительным, и законодательным органом. Наша цель состоит в том, чтобы в России установилась русская власть. Русская по глубине своей души. Русская по связи с нашими предками. Русская по всему, чему мы могли бы коснуться. В том числе и русская по тем символам, тем гимнам, которые поют. Не случайно мы сегодня проиграли здесь русский гимн. А тот гимн, который мы слышим от лица нашего государства, не может вызывать уважения, потому что это соединение несоединимого. Соединение чужеродного. Так же, как и все в нашей стране на сегодняшний день переплетено разнообразными противоречиями. И эти противоречия не дают русскому духу подняться. И мы, воссоздавая вновь партию Великая Россия, говорим о том, что русский дух должен сегодня очиститься от разных мечтаний и различных заблуждений. И мы должны создать ядро, из которого начнет произрастать настоящая русская сила. Поэтому мы создали программу, мы долго обсуждали каждый пункт, и то, что создано, уже не подлежит никаким изменениям. Мы пойдем с этим до конца. И мы знаем, что есть методы воплощения этой идеологии. Мы знаем, что она не будет никогда воплощена в порядке демократии, в порядке организации каких-либо выборов. Мы, может быть, будем участвовать в выборах, но это нам неинтересно. Мы знаем точно, что страну может спасти только национальная диктатура, о которой писал великий наш мыслитель Иван Ильин. И мы знаем, что такое национальная диктатура. У нас разработаны мероприятия национальной диктатуры, которые очевидны всем, кто читает эти строки, читает эту программу срочных мер. И нами разработаны конкретные законодательные инициативы. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, чтобы собрать ту силу, которая сможет сделать то, что мы замыслили. Собрать ее не только рациональным помыслом, но собрать ее духом, который пробуждается не от того, что мы мыслим, верно ли или неверно написаны какие-то слова. Если мы за этими словами угадываем дух, то мы объединяемся и идем вперед вместе. Мы также, помогая себе и помогая другим, разработали символику, которую вы сейчас видите здесь, на этой сцене, на наших повязках, на наших значках. Вы можете присоединяться к нам, к тем, кто пришел сегодня как гости. Можете прикрепить на ласкан своего пиджака тот значок, который здесь есть, и каждый может присоединиться к нашему движению. Но прежде всего мы призываем, конечно, к соратничеству, а не к тому, чтобы избавить себя от каких-либо хлопот, тем, что приобщиться к символике, получить сувенир и больше себя ни в чем не утруждать. Мы призываем в свои ряды только тех, кто собирается себя утруждать, и кто будет с нами соратничать по мере сил, по мере возможностей, столько, сколько может человек вынести на своих плечах, он обязан взять на эти плечи. И это задача спасения Родины, спасения России. Мы решили, что больше ни на какие коалиции, ни с какими организациями мы не пойдем. Весь 2011 год наша партия занималась только тем, что искала коалиции, искала возможности расширения своего влияния. Все коалиции оказались пронизанной изменой, пронизаны разнообразными корыстными интересами, попытками встроиться в действующую власть, попытками выйти на выборы любой ценой. Мы больше с такими коалициями играть не будем. Мы пойдем своим путем, жестко организуя ядро орденского типа и приглашая в это орденское ядро только тех, кто способен и готов служить своему Отечеству. В том, что мы называем партией, но на самом деле это орден, безусловно. Нас мало интересует законодательство о политических партиях. Если представится возможность, мы его используем. Но нам необходимо совершенно другое. Имеющееся законодательство – это программа уничтожения нашей страны, которая разрабатывалась все 20 лет, пока вот эта бесовская власть находится в Кремле и в других правящих структурах. Мы знаем, что политика – это искусство возможного. Знаем, потому что нам об этом все время говорят, что политика – это искусство бесконечных компромиссов. Но мы на самом деле должны знать совершенно другое. Мы должны знать, что политика – это искусство невозможного, немыслимого сейчас, потому что любой, кто рационально оценивает состояние нашей страны, знает, что она умрет. И умрет на наших глазах очень скоро. А немыслимое и невозможное то, что должны сделать мы – это спасение нашего Отечества. Мы говорим, Россия восстанет. И тогда мы спасем нашу страну. Мы обращаемся ко всем гражданам. Мы готовы принимать в своих рядах всех, кто готов служить. И мы не будем разбираться, как некоторые, в чистоте крови, и не будем требовать справки на седьмого колена, русский или нерусский. Для нас важен русский дух, кто бы ни пришел в наши ряды. И этот русский дух может лежать не только на православных людях, и не только на русских людях. Хотя, безусловно, наше ядро будет всегда русским. Всегда русским и по крови. Но это складывается само собой. Это складывается естественным путем. Пока мы живы, все не безнадежно. Поэтому надо отбросить всякие сомнения в том, сможем ли мы сделать то немыслимое, о чем мечтаем. Мы зовем в наши ряды. У нас уже есть ядро, которое начало работать. И увидите это. И поэтому сегодня, прослушив те выступления, которые будут, мы предлагаем вам принимать решения. Работы хватит на всех. Восстаньте вместе с нами. Восстаньте за Россию. Слава России. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...